Не ждите меня В натуре Смотрите все это в натуре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще, бля, погоду любую Меня вы отыщете тут же Гоняющий круглый полушек На туре, на туре, на туре Я буду сегодня на туре На туре, на туре, на туре Смотрите все это в натуре Всем привет, это передача «Натуре» Сегодня четверг И сегодня у нас в гостях Знающий блогер Капитан футбольного клуба «Титан» И просто хороший наш друг Дима Бушуев Дим, привет Дим, привет Ну и надо представиться Ярихан Меркулов Мой коллега Максим Киселев Сегодня мы поговорим Все вместе о Еврокубках И о том, что происходит Чемпионате Запада Дим, ну вот я сказал про блогерство У тебя открылся свой канал Или ты с друзьями его открыл Расскажи про него немножечко Ребята позвали просто Ченнеджи снимают Какие знаменитые все Подростки И хотели ребят Такую тему замутить Сами Все в футбольном стиле Да, все про футбол Позвали Макс смотрел Понравилось Первый гол анонсировал Я удивился Сколько ты забил Издалека Немного Немного Я помню этот удар Он даже по-моему У нас в ролик входит Если я не ошибаюсь Ну то есть Совсем недавно видел Твой голос С лёта Извлекатый На сетами Забивал В ворота Которые дальше Оттолбуты Наверное Еще Дима забивал На чемпионате России В Сочи По-моему СПЦ забил 2-1 По-моему Проигрывали Ты сравнивал счеты Дальним ударом И по серии Пенальти Крутились Скрутились Да Ну в общем Тем не менее Я помню этот удар И радости Помню сколько Было Ну короче Как ловер Забил брюки Почти Поближе А там называется Узкий футбол Да? Потому что поуже От обороны Нет, потому что Это ведущий Глаза узкие Да Вот так Интересно Такое бывает Да Давайте поговорим о футболе Дима Если не против Мы начнем в следующем Чемпионате Ты нам поможешь Тем более у нас Всего один матч ФКС поедел На выезд на восток Селтик 2 Ну и обычно мы Говорим о том Что очень тяжело играть На севере На плотской Мы об этом поговорим Чуть позже Но выезд на восток Сейчас для любой команды Очень непростой Селтик 2 Селтик 2 Всегда мне казалось Что Селтик 2 Это как дубль Знаете помада Которая Ну прости меня Селтик Что просто Для баланса Игроков Селтик 2 Не на что не претендущие А на полуфинале Чемпионов И это наверное Главная неожиданность Чемпионов Потому что параллельно Играет интер Селтик Ну там в принципе Можно ожидать Селтик 2 Кого прошли Селтик 2 Селтик 2 Прошел С гефестом Да В общем 3-0 Проигрывали 3-2 И по пенальти Вышли Удаление Ну что они говорят Несправедливо Полностью Игра была Удаляется Вратарь 3-2 Пенальти В лотерее Поэтому Да Получается Что сложили Полномочия Да У нас Действующие До сих пор Переживают В Интеграме Что выйдет Ну я хочу сказать Вообще о другом Что не первый раз Я уже слышу Что Селтик 2 Оскакивает И Они Проходят дальше Вот Что самое интересное То есть я еще не слышал Того что Селтик 2 Действительно По делу Обыграл кого-то И так далее Везде где-то Отскоки Но команда Играет Полуфиналей Шпионов Это просто Команда Которая Стрельнула В этом году И это парт Ну я кстати Изучал Матчи Мне было интересно Селтик 2 И Я там Статистики Нашел Что Селтик 2 Как Мега-титан Получается Ничья И поражение Ну вот Как раз С Мега-титаном Тоже Та же ситуация Когда Вроде бы Игра Была их Но По факту Ничья и поражение Получается Мега-титан Селтик 2 Селтик 2 Играет Полуфиналей Первый матч 4-1 Мы видим Нарезки Которые происходят Смотрите По сути Первый танк Первые 30 минут По нуля Было Игра Даже По обзору Я игру не видел Посмотрели Ну вот Да То, что мы видели Было поинтереснее Было По моментам Он Жора Вытаскивал Не раз Пас Прокроватуру А потом На опыте ФКСП Вот этот Моментики Перетерпел Где-то Георгий Выручил свою команду И ФКСП Отгружает 3-1 Четвертый Добивает Как раз Александр По сути Можно сказать Что это Оформленный Выход В финал Я думаю Что нет Потому что Я ругаюсь На поле Лужников Постоянно Наверное Я не один Потому что Мне кажется Там нет Явного фаворита Там все равно Я не знаю Почему Мы так даже играем Очень тяжело Я не знаю Я не знаю Приехали На личной Мы еще Поговорим Ну Кстати Возможно Как раз Поле ПКСП Сейчас Продемонстрирует Комбинационный Футбол Который Быстрый Который Вот Не позволил Обыграть Селтик Достаточно Крупным Счетом Но Посмотрим Ну По крайней мере ПКСП сейчас набирает Мне кажется Те обороты Которые Потерял Некоторое Некоторое Время Назад Бирюкова Кириченко Уезжал Фигура Бирюкова Насколько Беззначимо Для Футболных Взглядов Очень Значим Капитан Он Сколько Он Лидер Команды Все Атаки Штрафной Это Гол Все Стандарты Он Исполняется Ну Значительно Треть Но При этом Мы Уже Отмечали Не В Одной Передаче Что Команда Уровня ФКСП Она Не может Катастрофически Зависеть Одного Игрока Это Существенная Серьезная Потеря Но При этом Понятно Что Без Этого Игрока Будут Некоторые Игровые Проблемы И Проблемы Проблемы Были И Сейчас По КСП Может Даже Не за счет Супер Уверенной Игры Но За счет Характера Она Вытягивает Игры Игра 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 В Игра 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 Т Игра во многих матчах важных решающих забивал мячи. Вернули, кстати, Ефимова в обороне в чемпионате. Не то, что вернули, а у него же травма была. Да, с коленом у него были проблемы, но в чемпионате уже Ефимов вернулся и вот эти гримадёры. Это позволяет, например, и классная игра Дрисова в обороне, позволяет Даниловского использовать в атаке. Кстати, вы видели сами, что Даниловский третий гол создал. Я не говорю не про автогол, а я говорю про мяч, который, по сути, он, можно сказать, забил баллы Селтика-2. Это очень интересное решение, но никто из нас не ожидал Даниловского увидеть в атаке. Вот эта схема Бирюков с углового на Ефимова, и тот даже не выпрыгив, просто в ком, постоянно бьет. Тяжело Дима играть? Конечно. И как вообще противодействовать? Держать, толкать аккуратненько, ну а как там, не выпрыгнешь? Ну да. А сам толкается или Ефимов? Читает. 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 Как бы в дзюдо, от дзюдо исполнились. Не сомневаемся. У нас греко-римская бараба. В партере, в общем, все происходило. Да. Но сейчас, если зимой вот так встретитесь, противочитая, да, так как подогрева, вообще будет приятно упадать. То есть, хотя бы не на лед, не на снег. Ладно. Поздравляем ПКСП с убедительной победой в первом матче. Желаем не упустить преимущество во втором. И, собственно говоря, переходим, наверное, к матчу Кубка ЛФЛ. Во втором по значимости турнире в Кубке ЛФЛ у нас осталась также одна команда. И ее представляет как раз Дим Бушуев. Дим Титан поехал в гости на север к «Динамо». Ну, мы всегда говорим о том, что Плотская – это всегда очень непростой выезд. Но, судя по тому, что я слышу, как раз вы были рады этому выезду. Да. С точки зрения, если кто не понял, я говорю про поляну, про которую, так сказать, не все довольны вот поверхностью наших лужников. Совершенно верно. Мы бы даже ответы не будем там всегда говорить с удовольствием. То есть так можно сделать? Ну, так нет. Дом мы должны дома сыграть. Что рассказать о игре? Да, конечно. Давай непосредственно к игре. Потому что счет 3-1, такой, вроде бы, позволяющийся в темнину смотреть дальше, но при этом очень опасный. Тем более, как мы сказали, в «Лужниках» играть. А в «Лужниках», как мы помним, транс-контейнеры, да, сгорел 3-0? Да. Нам такого не надо, конечно. Начали, уверенно. Мы в полуфинал все настроились. С этим у нас проблемы, конечно, сейчас не бывают серьезные. Но понимали, что полуфинал – серьезный соперник. Я даже там спрашиваю, ребята спрашивали. Говорили, как транс-контейнер. Только чуть-чуть посильнее. Ну, примерно стиль, я говорю, как транс-контейнер, но уровень все-таки в целом повыше. Хотя, если брать транс-контейнер временную победу Кубка УФЛ, наверное, даже одинаковый. Но на данный момент все-таки уровень посильнее. Вопрос был – важно забить первыми. Вы это сделали? Важно было победить у нас. Мы это сделали. Причем очень быстро 3 забили. Еще могли, но мне кажется, сыграла такая психология. 3-0 и уже чуть-чуть подрасслабили. Могли на самом деле еще забить. Пропустили. Потом, я считаю, это равная была борьба. Они могли забить, мы могли бы забить. Но 3-1 на выезде, я считаю, это нормально. Вообще, не самая лучшая сейчас тенденция и фишка для Титана – это забить и подрасслабиться. Опять же, мы часто возвращаемся к Алексею Медведеву. Да, мне кажется, даже при Горлуковиче команда не могла позволить расслабиться на протяжении длительного времени, чисто в игровом плане. Да и тут мы на самом деле не расслабляемся. Просто мы привыкли, что забиваем много. Поэтому мы знаем, что мы сейчас все забили, но это раньше было. Сейчас у нас как-то и не получается забивать. Ну, я считаю, потому что, грубо говоря, полсостава ушло и столько же пришло. Можем почитать. Давай. Ушли. Кулагин, Фарламов, Мамадду. Смотри, Кулагин ушел, но он не был игроком стартового состава. Харлам все-таки при Медведеве, наверное, играл достаточно, при Горлуковиче почти не играл. Согласен? Ну да. Мамаду, Майга. Согласен. Здесь все безапелляционно. Комисов в Италии. Комисов, скорее, да. Даже при Горлуковиче, да, он играл? Да, до середины поля. Согласен. Ну и кто бы что ни говорил, Митрий Агаповцев, как бы. Он в конце концов не был. Заливает. Да, ты знаешь, с тобой полностью согласен. Даже сейчас наш режиссер и оператор смеется. Потому что, да, очень одеводная такая личность. Но ты знаешь, я согласен. Я сначала с Дэн, когда вот общался, с Евгением Рыбиным и так далее, я задал прямой вопрос, зачем Агаповцев вроде там у него какие-то, он то там травмирован, то не травмирован, то вроде он как-то и в команде может там климат попортить. А по факту получается, что их забивать вообще вопрос нет, честно. Ну вот я про что и говорил. У нас в том году лучшего борьбы был. Ассистент. Все, наверное, там он забрал. Агаповцев мне кажется, это Джордж Беста. И это при том, что надо не забывать, что он играл вторым нападающим. Особенно. Меньше, мне кажется. И меньше, да. То есть я говорю, то есть он начинал не только с коммити, он еще получал меньше игрового времени и при этом действительно забивал. Это вот удивительно. Ну вот, полкоманды, считай, ушло. Ассистент, да, убедил, согласен. Начал просто нести. Наверное, да. Ну, я напомню, что Майдгард, Мамаду, играет в Велесе. Вот поэтому он здесь объективно. Кулагин с Харламовым, я так понимаю, что из того, что не сошлись по игровому времени с Голуковичем. Да, там вполне возможно, под этим более моментом коммиссов тоже есть момент. Как настроена команда сейчас против коммиссов? Потому что, вот, ты хоть разное слышишь, да? У вас игра, кстати, забегайте вперед, да, с Фениксом 9. На коммиссы настраивайтесь или настраивайтесь просто на игру в целом? Ну, нет. Мы знаем, что коммиссы по-клише. У нас у коммиссов никаких неприятий нет. Там, кто-нибудь не собирается ничего сделать. Ну, понятно, что пожестче. Ну, у коммиссов хорошего. Мы настраиваемся не на конусы, а на пенец. Ну, если позволить ремарку, ты сказал, что Майга играет в Феннел за Велес, да? И там же играет еще Котов из Гефеста и Диего Малани из ФКСП. Наверное, тоже надо сказать, раз мы с ФКСП уже успели проговорить. А еще один, скажем, воспитанник ПКСП вчера играл в Лиге Чемпионов. Ну, по-моему, что у меня есть настоящий. Да, кстати, с тобой. С тобой, да. Вчера вышел, да. Наверное, в воскресенье привел на Титан, мне кажется. Да? Ты думаешь? Нет, по-моему, насколько я знаю, мы с того у нем заявки убрали, да. Как его в «Зенит» перевели. Наверное, попросил скромненько убрать его. Вот, возвращаясь к матчу Кубка ЛФЛ, оценишь «Динамо» как? Хорошая, добротная команда, боевитая. Мне понравилось. Тяжело будет, на самом деле. Особенно в Лигняках. Ну, вот быстро забили. Да, дальше охраняли, оберегали преимущество? Нет, даже три быстро забили, получается. Ну, чуть-чуть, наверное, психологически расслабились, конечно. Но были моменты забить. Я не знаю, я обзор пока не смотрел, он только вышел. Не знаю, что там. Ну, моментов много было. Вратарь. С виду, может, это не вратарь, но, на самом деле, усилий не вратарь. Я его давно уже знаю. Потащил два, наверное, три точно момента. Ну, судя по всему, ответ на матч его будешь остерикаться, да? Да, то есть легкой прогулкой точно будет. Ну да, Макс правильно сказал. Трансконтейнеру как раз «Динамо» 10-3 отгрузило в Лужниковой. Трансконтейнеру. И сухую, и первый матч 2-0. И второй 3-0. То есть опять подтверждают те слова, что это брендер команды. Вот еще, Дим, скажи, пожалуйста, Кирилл Орлов сильно кричал в этом матче за этот вопрос. Состоянно. Все время, да. Всем напихал он. Состоянно кричит. Особенно. Уже легенды ходят. Все знают, что он кричит. Особенно после первого гола, когда экс-коммунаровец, кстати, Роман Дроздов назад прокатил. Игорь Гришин не поняли друг друга. И Селёв выскочил, как чертик, с табакетки обыграл и просто и направил. Он начал кричать на третьей секунды матча, я уже заметил. На третьей секунде? На третьей, на пятой. Ну, я не знаю, что его партнер не пас, не попал по ничу и поехали. И всю игру. Ну да, конечно. На тот взгляд, Динамо как играло? Вторым номером? Нет, они старались, не давали нам разыгрывать. То есть в открытый футбол? Да, присындовать. Присындавали, да. В открытый футбол. Не усадились на второй половине, играли на равных. То есть никто не усадил. Мне кажется, что чуть-чуть от матча времени назад в открытый футбол питать не могло быть зуба. Да и сейчас, на самом деле, может быть питать. Но чуть-чуть не получилось. И вот эти фамилии забивали. Бельядинов, Трикутузов, Концедалов и Каряков. Они сплошь звезды. Да уж. Притом на фоне слухов от СДК. Слышал ты, да? Прекратно слышал. Да, наверное, они хотят хлопнуть как минимум дверью. Но я надеюсь, что все-таки это не произойдет. Ну, я общался с ребятами, они потом нас смотрели, там, лучшим тут еще. То есть забили, он говорит, сегодня прям вообще все. У нас идеальная игра, сегодня все получалось, забили все. То есть, может, отключить. Что ответная игра не такая будет, посмотрим. Ну, я не верю, что Хайкек сможет у ЦДК. Не, ну, 5-1, конечно, много. Неговато. Макс согласен? Да, я думаю, ЦДК не упустит. Я думаю, что ЦДК может, конечно, финалить. Что после игры сказал руководитель команды вам? Наш? Ну, конечно. Собираемся, едем в Титану. Поехали в Титану. Посидели? Да. Обсудили? Обсудили, пообщались. Все нормально у нас тут. Ну, было, конечно, все. Сейчас намного лучше все. Ну, вот самое главное, потому что, действительно, мы смотрели, что Титан стал, как ты не знаю, психологически неустойчив в каких-то моментах. Физику, наверное, сложно сейчас. Говорят, что все играют, уже набрали, мне кажется. Такой неплохой ход, но вот как где-то вот психологически что-то вот сломалось. Кстати, вот с Сашей Зуемом, когда договаривались по поводу гостя в студии, он сказал, что сначала мне надо связаться с главным тренером и уточнить не попорчу лекарму. Вот так вот. То есть согласовывал этот момент прихода? Ну, Буш все выиграл, в принципе. Ему можно не бояться, да, Карл, поэтому… Кубок ЛФЛ я не выиграл. Кубок ЛФЛ. Ну, в шаге, в шаге практически. Вот. Это, в принципе, я говорю, то, как сейчас есть, вы должны спокойно проходить дальше. Даже вот просто потому, что Титан сильнее Динамо. Ну, футбол такая штука, тем более сейчас мы в передачах неоднократно отмечали, что Титан может устроить нам сейчас какое-то… Шоу. Да. Да. То есть, боже, с кем-то я общался как раз в рубрике «Герой тура». И на вопрос, какая команда там… игрока, по-моему, тренер, например, Лидий, какая команда может… Самое неожиданное, так скажем, ну, в какой-то такой плоскости был вопрос, скажем, Титан, который может обыграть всех, но может и проиграть, наверное. Хотя… Это чемпионат. Как и произошло, по-моему. Да, по сути. Поэтому мы желаем вам на ответный матч, где-нибудь собраться, действительно, в финал. Я вижу ЦДК-Титан. Это будет круто. Ну, что ж, мы двигаемся дальше. И поговорим о чемпионате. Друзья, давайте поговорим теперь о чемпионате западной премьер-лиги. И начнем с прошлых выходных, когда главную сенсацию нам вновь оформил, собственно говоря, Титан, который проиграл «Агидас» и «Ю-23» со счетом 2-3. Вот так вот, почти стихами я говорю. Как так, Дим? Вообще, когда я узнал тебя, у меня был шок. Где-где, наверное, здесь вне должны отступать. Ну, я считаю, бывают такие игры, да, в сезоне. Наверное, у каждой команды. Не могли забить, там, чудо-воротает, не знаю. Не могли забить и пропустили, уже говоря, там, два пенальти. Один, там, ладно, один пропустили. Так-так-так. И контратак. И опять. Финаль. 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 Ну, вот, знаешь, ты говоришь, иногда такие матчи и бывают. Да, но он не вовремя, да, мне кажется, подошел. Ну, потому что интрига сейчас накалилась настолько этим поражением, что просто, ну, диву даешься. На самом деле, нам-то круто, но вот, например, руководителям, там, игрокам, наверное, не очень хочется вот это доводить до такого. Интересненько. Согласен. Ну, ты как человек к медиа, имеющий отношение, понимаешь, насколько сейчас интересно об этом говорить. Вот, я хотел, знаешь, что спросите? Есть в Adidas такой ваш герой 3D. Вот, говорят, что вот кого там хочет, хотят много команд, например, видит и так далее. Вот ты что скажешь? Насколько тяжело, действительно ли, ну, а-ля топовый форвард? Ну, смотри, с кем он сравнил. Ну, просто, просто, как вот. Неплохой, я бы сказал, неплохой нападающий. Не очень легко было играть. Забил, надо, получается, забил и пенальти заработал. Как-то, я просто к чему? Заиграл бы он в какой-то, как раз, топовой команде, ну, там, в «Титане»? Нет, где-то, какая стоимость? Да, я, я, я пришел, увидел, что счет 2-1, Adidas А, да, поэтому, когда я не могу снять, я не могу снять. Да. То есть, сейчас он прибавил, там, Вросич играет. Да нет, почему, в принципе, может. Да, но есть, крепкий, пытается забить, может. Я пришел, увидел, что счет 2-1, Адидас ведет, причем там и руководители, Изуев-старший, и Сашка тоже были там на бровке. Все были, я вообще не понял, не поверил. Потом вижу, сравниваю, Севастяна, по-моему, да, сравниваю спина. Думаю, ну сейчас Титан на вал пойдет, дожмет. Я, честно говоря, даже не стал подходить, потому что шок. Просто шок. Ты, кстати, сказал про вратаря, вот Сергей Долгов буквально перед матчем интервью очень хвалил его вратаря, который из первой дивизионной «День пузит», и вы как раз для таких целей был приглашен, видишь, что не просто так делал. Угадали. Еще Игорь Астрик, руководитель Адидас, сказал, что мотивационное интервью было от Сергея Долговка, и Дедас буквально за несколько дней до этого дал. Такое тоже большое интервью, в котором он сказал, что он будет играть против Титана. Игорь Астрик, я не знаю, что он читал. Да, и на вопрос... Ну, такой больше сырого не был. Про 100 тысяч там, про «Обеграю Титана и раздам ребятам». Посмеялись на самом деле, а видишь, как все получилось. Надо было знать, что ты получил. Да, и куда делал, и раздал ребятам эти деньги. На прошлой неделе еще один хороший матч был, это ФКСП и Трансконтейнер. Естественно, это был центральный матч. Здесь 3-1 победа ФКСП, но здесь вот наклась. Мне кажется, что Трансконтейнер всегда упирается, прекрасно, знаешь, бьется. Но вот в этой игре мне показалось, что кроме вот сумасшедшего удара Крылова со штрафного, по сути моментов, у Трансконтейнера не было. И вроде ФКСП не форсировал события, вот Дежурин забил свои три мяча, знал, когда забьет, что успеет, и как-то мне не показалось, что это был слишком большой нерф игры. На самом деле, я считаю, что Трансконтейнер просто уже не тот, мне кажется, может, этот сезон, но все матчи все время, в том году даже, если брать короняне кубок выиграли, по-другому они играли. Сейчас это, не знаю, полегче. Ну, 4-0 не выделили, вот этот короткий, я не скажу, чтобы там тяжело было. Ребята там проиграли в Динамо 0-3, 0-2 в прокуратуре. А раньше, ну, бой давали там 7. Сейчас, мне кажется, не знаю, может, из-за состава там тот новый, тот новый. Есть, естественно, Трансконтейнер меняется, есть нападающий вот тот же Миндадзе, в центр Федорин пришел. И вот как-то Мазурин все ищет. Комиссаров вернулся. Комиссаров вернулся. Вроде бы по селекции, по каким-то изменениям, вроде команда должна стать чуть более сильнее. Но вот видишь, Дима говорит изнутри, играя против Транскотеля, что все-таки стало чуть попроще. Может быть, вот эта колоритная игра, вот этот стиль, может быть, он немножко пропал. Я думаю, может, из-за новых людей. Так же, как и у нас. Он говорит, новые люди пришли, и мы чуть-чуть как-то по-другому все. А, кстати, мы сказали, кто ушли, а вот кто пришел-то. Вот мы сейчас говорили про Воронкина. Пришел, ушел. Пришел, ушел уже. Шестаков, Игорь. Шестаков. Ну, возвращение вот. Игорь. У него так особо, у него свои дела там. Да, бизнес и так далее. Тоже не появляется особо. Зимченков. Ну, пожалуй, Зимченков, да, вот из таких, кто действительно пополнил ряды. Так, дальше. Гамит. Гамит, ну, он же был, по-моему. Только пришел, он гамит. Нет, он был в заявке, значит, просто, да? Ну, тогда они ездили. Устану приезжали на пару лет в том году. А, ну, вот, да. Только сейчас, разве, до этого он не ездил? Нет. Значит, был в заявке, да. Ага. Полноценно. И... Четыре. Гамит, Зимченков, Воронкин и Шестаков. Ну, по сути, только два футболиста пришло. Ну, так, кто играет, так скажем, постоянно – это Зимченков и Гамит. Ну, понятно, да, что, наверное, ушло больше, чем пришло. Ну, согласен, есть определенные проблемы. Ну, не знаю, все-таки. Мне кажется, вопрос даже не в футболистов. Не в пришел лучше. Чуть-чуть, да, согласен. Есть недопоминание в футбольном плане и там… Ну, все, вот это накопилось, да, складывается. Как всегда, когда надо. Как всегда. Как это говорят, вот как раз чехане должны были лететь лица там. Сплотиться и, так сказать, на стаканах как-то вот это подвигать. Есть такой у нас, это Александр Щербаков, любитель подвигать, как раз немножко… Ну, баш, собирает ему. Тактику рюмка. Да, любитель, любитель, вот тактику как раз погонять, так сказать, рассказать что да как. Транскотения, мы поговорили, да, с ФКСП. Ну, ФКСП, как ты думаешь, ты видел же сейчас, да, наверное, их набирают они? Ну, честно, у меня даже не видел. Вот обзоры только. Мне удалось посмотреть. У них тоже много людей. Я сейчас посмотрел обзоры, там половину я даже не знаю. Не знаю, кто это ожидать. Новый нападающий какой-то. Видите, мне с ним присоедать играть. Ну, кто? Евгений. Ну, он крайний хомбер. А вот нападающий забил четвертый гол, вот и кто? Александр. Александр, да. Хорошо, кстати, забил, так классно. Хорошо, хорошо. Но он так-то и не стоит, что он целенаправленный, ярко выраженный, точнее, нападающим. Как-то вот… Из глубины тоже, да? Из глубины действует. Да. То есть, ФКСП, кстати говоря, вот две позиции, на мой взгляд, где Лунин пока не определился нападающий. Потому что вроде как Алумона, как Макс говорит, покоритель Энфилда. Вот. Алумона. Гейстлер, да. И вот Даниловский. Ну, это скорее на стандарты продержать мяч, но в меньшей степени. Начинает все-таки Гейстлер. Но мне казалось, что Гейстлеру как раз удобнее действовать из глубины. И он вроде как полузащитник больше. Согласен, нет? Да. Все данные для этого есть. Да. Для того, чтобы стоять спиной и цеплять. Наверное. Лунин использует их и двоих. Было уже в играх чемпионата, когда ФКСП нужно было забивать. Если раз отпустался чуть ниже, на левого хавбека, Алумона выходил… Это в случае, да. В случае, если нужно забить вперед, то такие варианты случаются. Но так, по сути… Да. И Алумона, мне кажется, что не очень бежит. И тут пока главный тремя. Но вышел в протисотик-2 в старте на Алумона. Да. Так что еще, да, действительно, он еще не определяется, кто. И вот по последнему защитнику тоже, я так понимаю, что есть вопрос. Потому что, опять же, начинал Крыжановский, потом Данииловский, и Дрисов местами, и вот Ефимов. Вот четыре человека на такой, одной из самых важных позиций, которая, как правило, не претерпит каких-то изменений. Поэтому… Такие у нас, получается, дела. Непонятно, кто будет играть, как вы говорите. Ну… Раньше-то мы знали весь состав, кто выйдет, кто на замену будет. А сейчас, ну, половину другого состава мы не знаем. Ну, можно только предположить, да, что на ворота Георгий. Ну, и Дрисов будет, у Васильев, наверное. Тринитацкий, да, выйдет. Гельцов впереди. Бойченко. Много играет в последнее время. Бойченко, да. В центре будет. Евгений выйдет, точно. То есть, предположить, может, Тринитацкий, Бойченко. Я думаю, приедут все вообще. На самом деле. Ну, вот я слышал, что Шмонин уже, например, получил травму. Факт, что приедет. Приедет, да. Вроде как. И поэтому он в ряд. Поэтому… Давай, предположим… Берегов Кирилл, я вам скажу так. Да ладно. Скорее всего. Вот это сейчас нас просто взорвало. Давай тогда предположим… Я не удивлюсь, на самом деле просто. Я не удивлюсь. Давай, предположим, в составе Титана и ФКСП. Ну, ФКСП, раз мы начали, Кашкашвили. Последнего. Кто? Идрисов. Идрисов, я думаю. Идрисов. Слева Васильев. Справа Кириченко. В центре Тринитацкий. И Евгеньев. Слева. Справа. Ну, ты Берегов оставишь, да? Ну, где-то и туда точно Берегов. И впереди Гейслер. Наверное, так. Либо Берегов, либо Павлов. Если приедет, если не приедет Берегов, то Питерский Павлов, к примеру. И впереди… Амона, либо Гейслер. Ну, Гейслер. Может, и Борщенко в центре, а Тринитацкий с краем. Если Берегов не приедет. Ну, хотя с другой стороны. Вот Берегов, его же вообще не было. Неужели он приедет, он сразу старт поставит. Ну, он же не отдыхал. Мне кажется, он тоже тренировался, играл. Поэтому, я думаю, что он приедет в том месте. Давай про Титан. Очень интересно. Карпов в воротах. Последний Буш. Ты. Два края Курбанов и Капков. Шамарин справа. Шамарин и Капков. Опорный. Я понимаю правильно. Центральный защитник. Два в латерале. Опорный. По классике тоже. Да. Хорошо. Тогда оборону мы сделали. Полузащита. Севастьянов с краю. Киселев с краю. Сто процентов. И в середине. Сергеев. 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 И впереди у Яникова. Как. Здесь проще. Здесь проще. Здесь проще. Единственный у меня вопрос. Почему. Не то, что почему. А вот. Сергеев получал. Достаточно мало игровой практики. При Горлаковиче. Вот. Мы задавались этим вопросом. Почему. Вот. Но. Матч с Мегатитаном. В какой-то степени мне. Немножечко так. Я задумался. Может быть это то ли игровая практика. Но пенальти он придет. И гол. Игорь. Вот. Этот тонус. Выиграл. Или Сергеев. Немножко не в своей тарелке. Я считаю. Он все время играл. Весь был. Грубо говоря. Он был. Клевому маду. Пришел Горлакович. И он поставил. Вообще туда Шамарина. Да. На его вид. Так. Не знаю. Как это случилось. Шамарин может по большому знает. Футбол. Он в Химках же играл. Что-то может. Я не думал. Он его лично знает. Но. Может посмотрел статистику где-нибудь. Не знаю. Не. Ваня-то и в центре. Может я с ним играл в ЗНГУ. Он в центре сыры играл. Здесь только начал играть на траймий. Он в тремени. Сергей его еще чемпионат России. Он оттрубил от звонка до звонка. Да. Я тоже думаю что это стечение обстоятельств. Так получилось. А так он та еще собака. Не устает. Сутулая. Может прическа просто не понравилась. Он же до этого длинноволосый был, похож на Лесника. – Сейчас поврелся, посликся, помолодел. – Стал человек. – Да, интересно, получается у нас. В общем, забегая уже вперед, матч будет просто великолепный. Мы ждем, конечно, бомбы. – Все четыре матча, которые у нас остались, это для нас четыре финала. – Порто, Феникс, прокуратура эти выходные, следующие получается Динамо. – По сути, сейчас ничья, если таковая случится, то на руку она только Мегатитан. Сейчас нет третьего, понимаешь, нет того, что вы могли спокойно сыграть и потом выигрывать свои. А еще есть факторы, как Мегатитан, это добавляет, конечно, перчинки. Кстати говоря, сегодня четверг, завтра выйдет интервью с Максимом Куличуком. Так как Макс очень хорошо знает, прекрасно, и все команды, и «Титан», и «КСП», и «Долговат» и «ЗПЛ», я ему тоже сделал прогноз. Прогноз, сделанный на этот матч. Он сказал, что… И я, в принципе, наверное, с ним соглашусь, что будет ничья в этом матче, и чемпионом станет Мегатитан. Вот про чемпионство я не могу ничего сказать, потому что у меня пока три команды одинаковые, потому что суть по чемпионату. Вон, «ЦДН» может обыграть «ФКСП» и отобрать «Ащью» и «Мегатитан». Поэтому всякое «Адидас» и «Титан» обыграет. Может быть, всякое. Но, наверное, все-таки я поставлю на ничью. Вот давай, я поставлю 1-1. Ем, тебя не будут спрашивать, извини, Макс. Я в превью уже тоже поставил на ничью. Ну, по счету… Ну, давай, 1-1 уже было, «Титан», «Мегатитан», давай я тогда 2-2 поставлю. Ну, давай, да. То есть пока все, так скажем, сторонние, ну, журналисты и эксперты, да, мы склоняемся как раз к ничьей. Кстати, про «Мегатитан». Давайте поговорим. У нас как раз есть видео матча против «ЦДН». Матч завершился 1-1. Ну, здесь просто какой-то тотальный невездиний состав у «Мегатитана». Один, наверное, слышал, может быть. Да, на эту игру в буквальном смысле собралось 8 человек. Лихонин Сергей был на скамейке запасных игр. Еще один полевой был. Да, подменял даже. Новенького это парень был еще. Только одна замена в поле и одна в ворота. Ну, и Толихонин как полевой был. Восемь человек. В принципе, боевой состав оптимальный. Но, честно, против молодых ребят из «ЦДН» тяжеловато. Плюс такая погода, ну, очень сложно было играть. Но «ЦДН» давил, 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 давил. Раз – контратаку пропустил. Давил, 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 давил. Раз – в контратаку. Раз – гол пропустил. Потом давил, 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 давил. Ну, такими наплывами получалось. И там давил, эти отбивались. Вообще, потеря очков, ну, понятно, она на руку и только в руку всем. На руку всем, да. Но «ЦДН»-то каков, а? Устроил нам, во-первых, сначала ФКСП, да, чуть притормозил. Сейчас «Мегатитан». «Танц-контейнер». Пришел Дмитрий Агапцев. Да, вот как раз. Кстати, в этом матче не было Агапцева. То есть, и был Агапцев. А вот, кстати, я бы хотел сказать, что, а может быть, было бы и хуже. То есть, понятно, что Агапцев – это сходу лидер «ЦДН», да, и он голами это доказывает. Но, по сути, значит, без Агапцева «ЦДН» играл в два центральных полузащитника. Сашнин опускался ниже. И даже Рыбин, вот мы комментировали, да, с Ильей Лукьяновым матч. И Евгений Рыбин весь матч кричал «два центральных, два центральных». То есть, Сашнин низко опускался, а потом за счет своей скорости убегал в контратаку. То есть, а если бы играл Дима Агапцев, да, то тогда бы в центре осталось. Я вообще не представляю, что сейчас будет «Титан» сейчас играть с «Фениксом», который просто хочет обыграть «Титан», потому что это «Титан». И там есть еще «Комисов», который наверняка захочет записываем в «Бышенку». И «Феникс-9» еще хочет попасть в «Колк Фэйл». Это ладно. Ладно. Я еще… Там Агапцев – это какой-то там личный… Не «Агапцев», а «Феникс-9», там, «Комисов». Там все-таки больше будет. Мне кажется, что будет в «Феникс-9», если будет решаться «ЦДН», какой Агапцев, ты знаешь, насколько он хочет доказать руководству, да, что отправили его в «СФАЕСе», так скажем, я вообще не представляю. А если это еще будет матч решаться, блин, это будет просто. Чумовая концовка просто. Чумовая. Чудо прям. Ну «ЦДН» опасно же, да, сейчас? Конечно, опасно. По результатам видно. Да, это просто сейчас главный по ночи их новостей. Да. Игорь Клюков стал приезжать уже на матчи на все. Так что, да, здесь, конечно, интрига на интриге едет и интрига погоняет. Интрига еще в том, что играет еще «Мега Титана» и «ФКСП» будут. Да. «Мега Титана» и «ФКСП» будут. Да, «Мега Титана» еще играть с «Трансконтейнером». «Мега Титан» и «ФКСП» и «Мега Титан» и «ФКСП» и «Мега Титан» и «ФКСП» и «Мега Титан» играть. Это праздники у нас. Будет что-то. В последнем туре «Трансконтейнер» и «Мега Титан» в «ДМ». «Титан». Понимаешь, «ФКСП» с «Адидасом» в последнем туре. Но, в принципе, «Адидас» тоже настроится. Потому что это «ФКСП», потому что они хотят дать бой. Потому что это «Молодежь». Последняя игра чемпионата. То есть будет просто заречено. Тут что-то составитель календаря, мне кажется. Это Юре, спасибо. На «Алхимичели», да? У нас всегда так. Юре, спасибо, надо сказать. «Теникс-9» тоже, кстати, с «Успенским» играл. Тоже быстро посмотрим забитые мячи. Вам играть тем более в этом туре. Мы сказали, уже определенная интрига есть с тем, что надо играть. Есть «Комисов» и так далее. То есть будет тоже это подогревать. Но понятно, что во главе будет 3 балла. Три балла. Ну, опасный, да, «ФКСП» здесь? Что скажешь? Конечно, опасный. По составу вообще очень хорошая команда «ФКСП» здесь. Даже в первом туре, когда мы играли. Многих ребят знаю, многие играющие. Завели нам один, но не получилось, пропустили десять. Но, не знаю, по составу хорошая команда. Хорошая, хорошая. Полностью с тобой согласен. Я думаю, сейчас опять же «Комис» появился. Данилюк мне очень нравится. Как-то он заиграл новыми красками. Сейчас такой топ-защитник тоже хорошо себя проявляет. Но посмотрим, есть от чего отталкиваться. И, кстати, с «Успенским» был практически ремейк «Летнего Кубка». Макс, ты помнишь, ты прекрасно работал на нем. Тоже там «Комисов-2» сбивает. Вот любимая команда теперь «Успенская». И вот две команды, которые в Еврокубке стремятся. То есть у нас еще за Еврокубке борьба не просто, а за чемпион. Наверное, тройку мы определили уже. Которые разделят первые три места. Есть еще чуть пониже, которые «Фениксу-9» тоже как кровь из носу. Нужно будет обыгрывать «Китан». Потому что была обыграна «Успенская». И сейчас как раз «Успенского»-то полегче будет. Там «Календарь». Немного они могут, в принципе. А не с «Портером» тоже. А «Портер» тоже хочет остаться. То есть еще одна интрига. Есть, есть, есть. Есть интриги, я говорю по этому. И «Феникс» с «Успенским» такой хороший, качественный был футбол. Добротный. Мне понравилось. То есть не такой ребяческий, юношеский. «Беги, беги как-то». «Шаркингалу» нет. Все было. И борьба, и моменты. И еще такой призыв. Мне кажется, один из самых интересных. Должно быть. В общем, у нас бурлит верхушка вся вообще просто. Все. Это первые 8 команд. Да. Это просто кипяток. Давай таблицу посмотрим сейчас. Что у нас там происходит. Это по 57 баллов у тебя, у твоей команды с «Мега Титаном». ФКСП на 3 балла остается. Но у вас игра в запасе. И у ФКСП игра в запасе. Да. «Трансконтейнер». Ну, уже вряд ли сможет за что-то зацепиться. Хотя играть с тем же «Мега Титаном». Ну, вот «ЦДН» еще не выкомшит его в четвертой стать. То есть «ЦДН» может даже повторить результат, который был в прошлом году, когда они стали четвертым. И это у них были все. А сейчас, когда, извините, вообще один молодняк получается… Я вечером ехал с Максимом Силкиным, который сейчас капитан «ЦДН». Он сказал, мы очень хотим стать четвертыми. Я говорю, только медали же не дают. И в Лигу Чемпионов не попадаешь. Он говорит, все равно для нас очень важно и принципиально четвертое место. «Феникс» 9 с Успенским. По 38 у «Феникса» держим в уме условно 41 балл. То есть, примерно. «Вот, пожалуйста, почти догнали Поттера». А там глядишь, как «ЦДН» еще сыграет. Ну, все может быть. Короче, интрига просто сумасшедшая. Золотой матч может быть. Еще может быть золотой матч. Такого не было на моей памяти еще ни разу, на самом деле. В прошлом году могло быть, но сложилось. Я хотел вас узнать. Одинаковое количество очков, все золотой матч. Без разницы, кто как сыграл между собой. Да. Все золотой матч. Как когда-то «ЦСКА» с «Локомотивом» играли. Макс, давай о календаре. Расскажи, что у нас матчи этих выходных. Мы так поговорили в общем, но этот тур мы не анонсировали. Давай. По календарю. У нас два поединка состоятся в субботу. Сыграют «Альбион» и «Адидас» у 23. Игорь Астрицкий очень сильно готовится к этому матчу. Хочет набрать еще три очка. Далее «Титан» сыграет с «Вениксом» 9. Этот матч мы уже обсудили. Сил хватит на два дня? Все-таки они простые. Уже надо, да? Хватит. Да, действительно, энергозатратные вам предстоят поединки. В воскресенье, соответственно, у нас три матча. «Космос», «Веер», «Комунар». Миш, как ты любишь говорить, еще одно подвальное дерби. Там тоже принципиальнейший момент для двух соперников. Супер матч в воскресенье. 13.30 «Титан» ФКСП. Я так полагаю, что у нас будет прямая трансляция. Тут просто никаких вариантов быть не может других. Ну и завершает 25-й тур игра «Успенского» против «Портера». Здесь борьба за Кубок ЛФЛ. Ну что ж, великолепные, жаркие нас ждут октябрьские выходные. Ну и поговорили мы вот так о том, что происходило, что будет происходить. С нетерпением мы ожидаем всех матчей. И мы желаем, в первую очередь, тебе Бестрам и всем футболистам, кто играет в ОФЛ, особенно на Западе. И мы ждем, честно говоря, супер матча. Хотим, чтобы вы показали классный футбол, потому что встречаются два наших лидера. Желаем успеха и победы. Спасибо, что пришел в гости. Дима Бушуев был у нас в гостях. Спасибо. Ну что ж, друзья, поговорили мы о западной премьер-лиге, о Еврокубках. Опускаемся теперь ниже. И на очереди у нас второй дивизион «Золотая группа». Там, где собраны топовые команды второго дивизиона. И помогать нам будет в этом представители команды «Новая Москва» Максим Бабенко. Макс. Приветствую. Привет, тёшка. Приветствую. Спасибо, что пришел. Надо было мне сесть между вами, чтобы загадать желание. Макс, первый вопрос, который тревожит всех нас. Почему «Новая Москва» ставит игры в 8.50? Ну, во-первых, нам по локации не особо удобно добираться до должников, поэтому, чтобы не терять день… И снова в Москву вы едете? Нет, мы едем. Почти вся команда живет в районе Новопеределкино, поэтому нам добираться не особо комфортно, чтобы не терять целый день. Мы ставим либо рано утром, либо поздно вечером. То есть, вот по этому критерию мы выбираем рано утром. Ну, простите нас все, кто просыпается в 6 утра, чтобы приезжать на игру. Ну, собственно говоря, сейчас литуаль, наверное. Волосы дыбом, которые наверняка, мы так шутили, что выйдут из какого-то заведения, с какого-то, наверное, и сразу пойдут на игру. Они очень дружная команда и частенько выходные и предвыходные дни проводят вместе. Поэтому они, возможно, из какого-нибудь паба поедут к вам. Ну, надеемся, что судья разрешит нам сыграть эту игру. Макс, твоя команда будет готовиться к таким утренним, к каких-то вечерних посиделок на пьянице? У кого-то что-то намечается? Да нет, вроде у нас нет таких ребят, которые тусят там. Ну, есть, конечно, три молодых парня, но я надеюсь, что они приедут в нормальном состоянии и доедут до поля. Последний раз, когда мы говорили о втором дивизионе и заглядывали в турнирную таблицу, Новая Москва была на втором месте, принимала вторую позицию. Сейчас вы немножко опустились и стали пятыми. Пошли некоторые поражения. С чем они связаны? Почему такой скачок вниз произошел? Два поражения? Даже так сложно объяснить, как это получилось. Ну, от кого поражение? От Медика и от Классика. И ничья была с Внуковой Юнайтед. А это Кубок? Да, Кубок, да. Ну, тем не менее, все равно потеря очков. Ну, не победа. Ну, все равно, не победа в основное время. Хотя, по идее, вы были фаворитами. Ну, давай про два матча чемпионата. Ну, с Медиком, да, игра сложилась не так, как мы хотели. Первые 20 минут мы доминировали, на минуте 5-7 мы забили. Медик, в принципе, был без мяча, как бы. И вот нас сломил, наверное, немного вот этот курьюзный гол, когда нападающий забил где-то с острого угла, можно так сказать. Наш защитник даже, как бы, ну, особо не блокировал этот удар, так как, наверное, надеялся, что особо ничего там не случится. Но как-то он попал, и наш вратарь, к сожалению, пропустил. И следом пропустили второй, и вот так закончили первый тайм. Во втором тайме мы начали, как бы, ну, не сразу бежать, мы минут 10 плюс-минус катали, пытались там держать мяч, но ничего не получалось. А потом в конце уже полетели и пустили, соответственно, третий под занавес. Ну, Медик вообще, хотя, мне кажется, такая закрытая команда, как и Новая Москва. Согласен по стилю? Вы похожи? Они еще хуже закрылись. Мы, как бы, мячам владели, но вот они прям... Ну, у них, наверное, задача была, их, наверное, и поменьше было. Ну, в плане количества игроков на поле, там, и замен, наверное, их мало было. Может, у них была такая тактика изначально, чтобы сыграть, там, как-то от обороны, грубо говоря, поймать нас на контратаке. Ну, вот, раз мы говорим про Медик, в эти выходные Медик еще встречался с лидером второго дивизиона, это Успенская Д, и здесь была зафиксирована ничья 4-4. Вот, если бы сыграли 0-0, 1-1, я бы ожидал от Медика, но 4-4 вообще, вот, как... Мне кажется, он вполне предсказуемый результат касательно команды Успенская. Потому что ребята из основы подъезжают несколько человек, там, очень хорошо Рахманько играет ногами, там, впереди один из лучших бомбардиров по первому кругу был в второй лиге. То есть, Успенская традиционно много. Ну, то, что Медик пропустил, да, это одна из самых не пропускающих команд в чемпионате, да. Но при этом и забили еще 4, вот что интересно. Да. Как потенциал, Макс, оценишь у Медика, атакующий? Ну, не могу сказать, их игр особо не смотрел, но... Ну, то, что с нами, как бы, может быть... По вашей даже игре, да. Ну, если это у них оптимальный состав, то... Не знаю, ну, наверное, тяжело даются все мячи, мне так кажется. Не знаю, ну, вот так сложилось, что вот на нас вот так вот они собрались, как бы и нас круглое прибили. Когда нам нужны были очки, вот мы, к сожалению, что-то никак не можем брать очки с теми командами, которые принципиально. Ну, вот из первой семерки, так сказать, шестерки, которые в турнировой таблице, как раз Медик меньше всех забил мячей. С чем спад этот связываешь твоей команды? У нас как-то вот с первого тура еще, когда вот мы проиграли мифу 1-9, у нас вот как-то мы вышли, и что-то вот как у нас вот именно с того момента у нас как-то не идет. То есть мы были в кондициях до паузы, то есть там у нас был запас очков, то есть мы начинали с золотой группы на первом месте, но... Снимал представитель миф, соответственно, где видно, да, там, что миф тоже играл, как бы, от обороны, то есть на контратаках. И мы пропустили там быстро два мяча, полетели вперед, и вот нам залетел там 3-4, 5-6, и все, и вот так вот. Мы уже посыпались, да? Да, 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 да. Ну, мы играли один человек в обороне, и 7-6 впереди вот так. Ну вот, как-то так. Да, интересно получается. Вот про Успенская. Да, еще хотел сказать, Макс, выходные видел. Готагова, Агаева, это вот все люди, которые приезжают. Да, и Вова Оленченко играет, в частности, против Литуали. Он хитрик сделал. Да, то есть из основы людям... Я так думаю, что Ильдар просто предлагает ребятам из основы, кто хочет подвигаться, давайте. И желающие постоянно имеются. Поэтому я не думаю, что Успенская прям ставит задачу там выиграть первое место или там медали завоевать, а так скорее для души там подвигаться. И, ну, ребята хорошие приезжают, грубо говоря. Тот же Агаев Оленченко, это из основного состава Успенского, то есть я имею в виду из стартовой восьмерки люди. Так что... Вы играли с Успенским? В первом... Ну, в проекте, когда... Ну, вот Пио-группа была, группа. Как сыграли? В шесть-четыре либо шесть-пять попадали. Как тебе? На игре не присутствовал по обзору, но там и нападающий был из основного когда-то еще... Быченко, Быченко Владислав. Да. Он сейчас уже ушел. Да, Братарих играл в поле, он с обильным, кстати, 1-2, не помню. Да, Витя Рахманько, да. Ну, так, в принципе, состав, в принципе, неплохой был. Спиринг был. Спиринг, кстати, да, в первом круге он постоянно играл за Успенское Д. Сейчас вот Агаев стал, Оленченко, да, то есть команда, конечно... Ну, да, или кто просто хочет, да, то есть Агаев и Оленченко, они и там, и там успевают. Ну, а что, когда молодежь, молодой футболист позволяет здоровью, почему, собственно говоря, и нет. Давайте потрудним таблицы. Пахта, да, сейчас вырвалась в лидеры. Справедливо? На ваш взгляд. Ну, раз не теряют очков, я думаю, да. Макс, что скажешь ты? Пахта очень сильная команда, и мы когда, помнишь, в прошлый раз беседовали, я именно на них ставил, что они чемпионами станут. Да, у них очень сбалансированная команда, то есть не провисает ни одна позиция. И оборона организованная, и группа атаки хорошая, да, там, вот сейчас еще нападающий у них тоже сильный пришел из Высшей Лиги Юго-Запада. И, в общем-то, пахта, я думаю, что, мой прогноз, что так и останется, она на первом месте. Команда очень серьезная. Основательно у нее нет каких-то провальных матчей, да, то есть пахта очков вообще не теряет. Я думаю, что, ну, они уже, кстати, вот надо сказать, что пахта уже все официально, юридически уже оформила выход в первый дивизион. С этим мы поздравляем. Это абсолютно заслуженно. И, на мой взгляд, наверное, пахта – это сильнейшая команда дивизиона. Я присоединяюсь, Макс, с твоим поздравлением, пахту поздравляем. Макс, у вас тоже осталось-то немного очков набрать для того, чтобы… Нам осталось, да, в трех играх набрать четыре очка. Ну, то есть считали уже, да? Да, я уже считал, да, я все считал. А с кем игры? У нас осталась Литуаль в ближайшие выходные, в следующей неделе у нас Макарена, и в крайний тур у нас получает Фиалон. То есть, ну, мы постараемся закрыть, как бы, этот вопрос в ближайшие два тура. То есть, сейчас Литуаль, значит, хлопните, дальше с Макареной в ничью и все, и там. Ну, людям, конечно, не хотелось бы оставлять на последний тур, как бы, типа, потому что это нервы. То есть, когда ты выходишь, как бы, прямо в первую лигу – это одно дело. А когда ты ждешь, там, от кого-то, кто-то там… Это, как бы, не особо устраивает. Поэтому хотелось бы прямо путевку оформить себе и все. Ну, конечно, хотелось бы, как бы, получается, закончить, там, в тройке, ну, грубо говоря. То есть, такие планы были, ну, вот, что-то пошло не так, и начали проигрывать, там, 3-4 игры, вот, и скатили, соответственно, на 5-6 место. При этом ты говоришь, что у вас не всегда идут игры с прямыми конкурентами, да? Вот, то есть, Литуаль как раз прямой, и получается, что, ну, такой теневой фаворит, так скажем, будет Литуаль все-таки? Как вы думаете, Макс, ты вот, тебе тоже, Максим Киселев, тебе тоже вопрос. Да, я думаю, я бы, если позволишь, сказал, что фаворит Литуаль, потому что Сергей Жмачков сказал, что будет собирать оптимальный убойный состав на все матчи. Ну, конечно, в этом матче со Скифом они там выиграли на последних минутах, там у них действительно хороший очень состав был, 2-0 выиграли. Сергей Жмачков сказал, что будет дарить пуховики, как у Тедеско, лучшим игрокам в последних оставшихся матчах. Сергей Жмачков сказал, что будет дарить, вот сбросил фотографию пуховика, как у Тедеско, такой черный длинный пуховик, сказал, лучший игрок матча из Литуали будет получать пуховик. Ну, сам понимаешь, что при непобеде, да, лучшего игрока вряд ли... Может, нам? Нам, да. Макс, не хочешь? Максима, не хотите ли вы перейти в Литуаль? Да кто меня возьмет-то? Песток на административную работу. Макс, ну, мне кажется, за пуховичок-то можно поработать, подвигаться, да. Ну, можно, да, вес подкинуть. Вот Тедеско, хороший пуховик. Ну, ждем-ждем, но меня вот пугает пока время, если честно. Мне кажется, за счет времени, Макс, вы можете быть фаворитами. В принципе, это наше время, либо рано утром, либо поздно вечером. Но тут как игра пойдет. А если бы можно было играть в 7.50? Мы бы собрались. В 7.40, да. Я думаю, мы бы собрались, да. Да, в 7.40 это интересный момент. Ты бы встал, Максим Киселев? Ну, я бы встал. Или ты бы не ложился бы вообще? Можно не ложиться, да, можно где-то переждать, пересидеть, потом выскочить. Вот, да. Ну, 8.50, да, конечно, время такое суровое. Ну, вот Литуаль, последний матч, тоже не больше двух мячей забивают. Литуале, Аверсу, Скиф, точнее 2-0, 2-1 у Аверса была обыграна. Ну, то есть, все тоже так. Не просто. Атлетику 1-0, да. Ну, такие низовые счета, поэтому интересная будет игра. Но Москва-то для меня тоже, не сказать, что открытая команда. Мы даже с вами играли, да, вот Барс, да. Помню. Помню на утро. Да, да, да. Была более закрытая. Бой закрытый футбол. Ну, потому что у нас было, во-первых, 8 человек и вратарь в поле был, поэтому мы изначально выбрали тактику, то есть, пытаться ждать вот этого одного момента как какого-нибудь. А с литуальным-то не будет такого, что 8 вратарь в поле? В чате плюсиков больше? Ну, есть плюсы, да, все зависит от сбора, как бы, но будем играть теми, кто подъедет. Будем биться, как бы, нам главное вот эти ближайшие два тура закрыть, вопрос по выходу в первую лигу. Но, к сожалению, не получилось, да, там за медаль побороться, но пока еще есть шанс, то есть, опять же, если кто-то из тех, кто нас обыграл, либо выше ошибется, то есть, у нас есть шанс, там, за второе место, грубо говоря, побороться. Ну, вот у вас сейчас ровное количество очков с Кунцев 98. Я, кстати, говорил, ставил на Кунцев 98. Да. Между прочим. И пока, мне кажется, если брать вот таблицу после пандемии, мне кажется, Кунцев как раз шел бы сейчас на первом месте. Они с пахтой одинаково, то есть, они все... А, пахту еще не потеряла, да. И они друг с другом не чувствуют. Они, да, у нас есть, кстати, видео этого матча, но у нас... Это выбрал Роман Карманов. Да, 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 я тоже хотел сказать, у нас была дискуссия, так как Роман отвечает за второй дивизион, за золотую группу. Он очень лоббировал, чтобы мы показали трансляцию, пахта Кунцев 98. Говорил, это будет матч уровня Лиги чемпионов. Да, да, да. В результате мы увидели нули. Я не говорю про качество, я просто говорю, что ждал я. Я ехал домой тоже вечером с Ложняков, смотрел, думаю, ну хоть кто-нибудь один забейте гол, пожалуйста. Нет. Как вчера сыграли Челси и Севили, да? Да, Челси. Я тоже хотел, да. Все ожидали голов, но, к сожалению. И тоже две, а хотя нет, Челси от обороны, да. Ну, честно говоря, я вот не ожидал, что будет 0-0. И тем более во втором дивизионе, мне кажется, практически это нереально сыграть. Это был самый невероятный исход для такого поединка. Такого матча, да. Да, да. При том, что играющая команда и есть кому забивать, и как забивать умеют, но почему-то вот вообще не понятно. Просто удивительно. Новая Москва, да, Новая Москва. Любимый счет 0-4. Я так понимаю, Кунцево 0-4, классика 0-4. Если вы прыгаете, то вы 4 пускаете? Как так, Макс? Ну, с Кунцево до 52-ой минуты там более-менее было. Я просто смотрел игру в записи. То есть, ну, игра, ну, как бы счет не по игре. То есть, могу сказать вот так. У нас были моменты, мы их не реализовали, но после 52-ой минуты мы как бы уже наелись, у нас замен не было. И вот нам забили еще два красивых мяча причем. То есть, там полузащитника одним басом отрезал троих наших защитников. И довольно красиво получилось. А с классика у нас так вот, у нас с ними со второй лиги еще. То есть, у нас либо мы их крупно, либо они нас крупно. То есть, у вас такие ответки идут, да? Да, да, да. У нас вот с ними как-то вот получается так еще со второй лиги. Это еще, ну, года 4, наверное, назад, когда мы еще играли вместе в одном дивизионе, у нас вот так все и происходило. Потом в первой лиге и так, ну, вот сейчас. Хотя классика очень играющая команда. В очередной раз отмечаем одна из немногих, которая вот играет в футбол. И мы в сотый раз помним, что они были в первом дивизионе. Они, я смотрел их матчи и не понимал, как эта команда едет на последний месяц. Но она, почему-то она играет очень хорошо, не уступает, но вот проигрывает по счету. Но не по игре. Да, я все время люблю вспоминать в последнем туре, как они «Атлантис» в первом тайме. Просто возили, представляешь, «Атлантис». Вот. Проиграли, правда, но первый тайм там просто, я удивлялся, такой уровень футбола показывали. И перемещение, движение, игра в пас, техника. То есть, ну, классная команда. Кстати, ваше поражение от «Кунца-98» вывела в рубрику «Герои тура» главного тренера «Кунца-98» Дмитрия Калинина. Вот. Он сказал о том, что «Новая Москва» начала грубить в какой-то момент. После вот нерв игры действительно был повышен? Ну, проигрывать, конечно, никто не любит. Я видел этот момент. Там, где вот парни разбили нос, скорее всего, наверное, не на это. Но я пересматривал всю игру и, соответственно, дело тоже, как бы, ну, для себя, моменты, где тоже «Кунца-98» фаил очень жестко. Я, правда, не стал это скидывать никому и писать это никому. А они как бы стали это делать. А, то есть они еще открыты, как бы, да? Да, да, да. Все отмечали. Они, да, в группу скидывали, типа, вот ваш игру разбил нос, но я прям вот… Я был не в Москве, пришел рано утром домой и пришлось игру вот утром пересматривать. 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 Да, да, да. И всю игру пересматривал и делал, как бы… Ну, и считаешь, обоюдная была, да? Ну, да, да, да. Ну, там ребята молодые, наверное, может быть, наши где-то там не успевали, там, да, где-то били. Но я бы не сказал, что там, ну, прям открыто мы там сзади прыгали, там убивали их. Нет, как бы, ну, так получилось, да, там в одном моменте. Ну, нервы, наверное, может, как-то не сдали, может… Ну, да, мне показалось, наверное, тоже, как бы, был холл, там можно было давать карточку и… Ну, так, что уж говорить. Игра с игром, а судей ничего не показал. Ну, так вот. Интересно. Я бы хотел еще одну команду отметить, которая была достаточно… Точнее, она всегда идет где-то вверху, она не опускается ниже определенного уровня, но при этом она не поднимается очень высоко. Это команда «Цемент». Вы, наверное, ее прекрасно знаете. Вот что скажете про нее? В этом туре у нее была техническая победа над «Алани». Это матч был под съемку, кстати говоря, у нас. В последний момент «Алани» не собралась, но, тем не менее, вот «Цемент», он начинал-то выше, сейчас чуть скатился. Что скажете? Ну, опять же, может быть, у них сказываются какие-то потери, то есть, когда мы с ними играли, у них тоже особо замен не было. Мне кажется, человека два было на замене, может быть, тоже ребята не собираются, может, неудобно приезжать там и так далее. Но, в принципе, мы с ними играли уверенно, то есть, 3-0 вели спокойно, но, как бы, да, там, в концовку, там, чуть-чуть, ну, может, подуспокоились и пропустили два. Интересно, что получается, что «Цемент» уже три недели не играет, потому что в них неявки. А, ничего себе. «Алани», «Алани», «Суворов» и до этого тоже была команда, сейчас скажу вам, ну, нет, две-две, да, «Поселение», «Поселение». Вот, то есть, получается, «Цемент» пропускал достаточно длительное время. Хотя «Цемент» встречался две недели, да, но все равно это достаточно длительный период, хотя «Цемент» играл на Кубок Запада с «Портером» и сыграл 1-1. Причем «Портер СВ», который с первой лиги, «Портер СВ» сравнял в концовке с голевой передачей Андрея Ковальчука. Да, 14-летний «Малец», который Макс везде втопит за Андрея Ковальчука, ставит в лучшие голы тура. Сейчас «Неронный дыш», да? Точнее, за молодое поколение. На мой взгляд, да, что если «Малец» делает 14-летний парень, забивает решающие голы в Лиге Москвы, это «Еврокубок», да? Да, и «Нась» в Лужниках тоже забивает мяч. Ну, 14 лет парню. На мой взгляд, это событие. Да, выходить с дядьками, играть как бы, но… Ну, непросто. Я согласен. Здесь голевую передачу и более того, по пенальти «Портер СВ» прошел цемент и решающий пенальти забил Андрей Ковальчук. Как тут не затопишь. Знаешь, какая мечта Максима Ковальчука? Сыграть с двумя детьми. Ну, на одном поле, вот, успеть, так сказать. Ну, учитывая, что у Максима, насколько я слышал, высшее вратарское образование, то вполне… Возможно. Ну, я думаю, что он хотел бы сыграть вот как полевой. Именно вот треугольник такой, да? Ну, да, да, да. Я думаю, что да. Хотел бы, наверное, сыграть так. Это вот его заветная мечта. Учитывая его долголетие и отношение к спорту, я думаю, что вполне реально. Вот. Кстати, зона переходных матчей, вот, мы тоже к ней идем. На восьмой строчке еще один дубль, наш дубль. Мы играли с вами. Вот. Ну, мы, кстати, претендуем. Мы в этом туре играем с пахтой. Вот. Не знаю пока, как соберемся, но я попросил своих футболистов собраться в ультимальном составе, но, Макс, не надо меня так смотреть. Основа. Нет, нет, нет. Я говорю, во-первых, 10 утра. Пахта, готовишься играть с основой вас? Нет, нет, нет. Смотри, хотя у нас идут подряд. Нет, но если бы было бы наоборот основа дубль, то с основой бы остались. А сейчас наоборот дубль основа, дубль, скорее всего, преддубль. То есть, если у нас не будет хватать, мы, ну, кого-то, может быть, спустим с основой. Но в основном преддублер. Но я хочу, чтобы в основном сыграли, как раз, дубль, чтобы проверить свои силы. Потому что я на следующий сезон буду лоббировать у своего руководства, чтобы у нас была отдельная команда. Барс-2. Ну, возможно, да, там, варианты. Потому что хочется выходить, если честно, хочется поиграть повыше с теми, кто есть. И я считаю, что ребята достойны. Да, у вас заявка команды очень крепкая. Да, поэтому, вот, вопрос, как вот, так скажем, ну, не дублирующие ребята, а там, команда, ребята второго эшелона, так скажем, да, если соберемся, то мы дадим бой в пахте. И учитывая, что Барс... Для меня это первое поражение в пахте. Нанести это хочется. Наверное, 3-1 поставлю. На кого? На Барс. Хорош. Я на пахту все равно. У меня, наверное, небольшая обида застряла. А вы как раз после нас, да, играете? Мы в 10, да. В 80 мы в 10-0-0 играем. Не знаю, как утро скажется. Классно поединок будет. Утро скажется. Хорошо, что под запись тоже. Прошу прощения официально при всех. Хочу извиниться перед Максимом Киселевым за... За тот результат. За тот результат. Мы обыграли 11-0. И у нас после дубля осталось просто, Максим, чтобы ты понимал, несколько игроков основы. Честно. Вот. Макс. Но футбольный бог уже наказал Иванов, который забил 5 или 6. 6. Он забил за 3 минуты. Ну, 5. 5 минут. Он уехал потом сразу домой. Макс. И он травмировался. Сейчас у него... Он уже... Пах у него там. Галик. Неизвестно, когда он сыграет. Блин. Ну, здоровье ему. Ну, мы здесь ни при чем. Мы его не били. Он забивал. Пусть выздоравливает. Конечно. Ну, ничего. Случается. Главное, что не вылетаем. И то нормально. Ну, тоже верно. Еще одна команда, которая, так скажем, близка к тому, чтобы попасть в зону стыковых матчей, это Миф. Миф, который вот в эти выходные обыграл со счетом 7-3. Да, все правильно. Бородино. Да, Макс, именно про этот матч я говорю. Вообще, как вот миф, что невероятное творилось в этом матче. И вроде Бородино неплохо стартовал после вот этой всей вирусной паузы. Но при этом вроде бы и, наверное, фаворитом смотрелся он в этом матче. Ну, конечно, да. Бородино был фаворитом. Как бы, ну, Миф был, наверное, неким андердогом. Но вот так случается, когда ты, грубо говоря, можешь забить рано там или еще что-то. Или когда ты ведешь 3-1 и думаешь, что игра сделана, да, и расслабляешь одно место, но по факту получается, это что? Да, здесь залетает потом 6, и ты не знаешь, что сделать. Так бывает. Так бывает. Согласен, футбол. Но я к тому, что молодцы. Миф на характере. Команда? Да, да, конечно. Объективно, да, там ребята идут нормально. И, скорее всего, там, если три игры выиграют, и так сложится, что, ну, как бы, получается, Барс даже тоже не пойдет. И Успенка не пойдет, правильно? Ну, там не пойдет. Ну, вот я слышал, что вроде как тот же, по-моему, Сергей Стеблецов, руководитель Феникса, он предлагает как раз, чтобы дубли тоже выходили дальше. Ну, я не знаю, рассмотрят ли этот вопрос от руководителя лиги или нет. Не знаю. Ну, если бы, например, разрешили пойти дальше и просто сделать другую команду в первой дивизионе, я думаю, что было бы интересно. Ну, ждите бучу. В этом случае. Ну, до конца, наверное, об этом сообщается. Ну, нет, я согласен. Да, я согласен. Потому что, я так понимаю, что многие команды претендуют и не откажутся. Нет, это естественно, вопрос, что если пойдут, вопросов нет. Как бы те, кто хотят, пусть даже по спортивному принципу идти. Тут я полностью сказал, просто кто-то… Если будет недобор, то медик, да. Ну, естественно, если будет недобор и так далее, то я бы вошел бы, в принципе. Если бы была такая возможность, сделать там Барс-2, отдельную команду и зайти, например, в случае, ну, естественно, недобор. Я бы такой вариант рассмотрел. Ну, опять же, это все на уровне вот пока разговоров. Поэтому… Ну, нет, если все пойдут, те, кто занял, то будет хорошо. Я только рад. Потому что медик, то мы же сколько муссировали, это вопрос. Медик не собирается с первой дивизионной. Уже минус одна команда. Литуаль, Серегу я спрашивал, Жмачкова, он говорит, будем думать. Да, Кунцево однозначно пойдет. Новая Москва. Ну, конечно. Пахта тоже пойдет, естественно. Классика, я думаю, тоже захотят вернуться. Не откажется, да. Ну, тут просто еще момент какой, что у нас получается с седьмого по девятые места, да, это стыковые матчи. А на девятую строчку претендовать могут еще очень много команд. То есть даже Макарен, да, который неудачно… Как-то да, почему так? Да, неудачно… Илон и Рома-то нам ничего не говорит, молчит Долженко, Романов. Ну, Тарас говорит, что есть травмы, есть проблемы со сбором и что-то вот разладилось совсем. Они же первое место, в очередной. Да, да, это потому что Тарас с Ромой очень лоббировали не допускать вот эту золотую группу. Ну, потому что они потеряли очки, скорее всего, с теми командами, кто вышел с ними. Да, да, да. И поэтому сейчас где-то, условно говоря, там в группе можно было 2-3 команды, которым надо упереться, да. А здесь уже практически через матч, если не каждый, нужно выигрывать, да. И кому-то 5-7 уже не отгрузить, да. И поэтому, конечно, здесь стало тяжелее. Знаете, вот меня какая команда радует? У нас осталось еще пару минут буквально. Феникс Раменки. Очень симпатичная команда, молодая. Была потеря руководителя, да, там вот некоторое время назад есть, помнишь? Помните, да? Да, 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 да. Вот, видно, с этим связано, я так понимаю, что такой игровой какой-то спад. Но вот сейчас молодцы начали давать результаты, уже из зоны вылета, так сказать. Поднялись, да? Да, уже вышли. Вот сейчас Atlas D обыграли. Хотя вот, я знаю, ребята из Atlas, они там недовольно ворчали, что вот, как так, Феникс, там мы их возили, там, ну, там, всю игру 2-1 проиграли. А я не знаю, мне кажется, Феникс вполне играющая, интересная команда. Да, и ребята там молодые, в принципе, даже есть и со школой у них ребятишки. Они действительно три победы подряд одержали из зоны вылета вышли. Тот же, Макс сейчас продолжил, что тоже крепкий цемент был обыгран. 5-2. Да, молодцы. Молодцы, руки не опустили. Да, Саша Лизнов продолжает дело отца, царство небесное. Наверное, мы, конечно же, не можем не сказать, что у нас трагическое событие, еще одно произошло на этой неделе, к сожалению, нас покинул Алексей Бармоткин, который очень много для Запада сделал, играл за команды, начиная с Каита, да, выступал за Мегаполис, Портер, и заканчивал играть за Дюпель-13, приносим соболезнования родным, близким. Вот это, конечно, очень большая потеря, царство небесное. Соболезнуем. Да. Долго боролся в годы два, наверное. Ну что ж, давайте тогда посмотрим сейчас на турнирную таблицу 2-го дивизиона золотой группы. Ну, несмотря на то, что пахта оторвалась, ближайший преследователь Успенская, да, на 4 очка, в принципе, еще не все понятно с победителем. Но если сейчас Барс обыграет, то… Да, Барс обыграет, железный приятник, там вариантов нет. Да, важнейший, конечно, матч для пахты, для Барса. Успенская Д, второй, вот Литуаль как раз тоже. Вот у вас ключевой. Обрачка разница. Да, и вы уже третий при победе. Да. Понятно, что надо, чтобы Кунцева… Ну, даже если Кунцева наберет, вы все равно будете там… Ну, они будут выше за счет… За счет личных встреч. Да. Поэтому там еще и есть играть. Ну, в общем, вы почти будете, почти вторые, ну так скажем. Да. Да. Поэтому все очень на Тонникова и плотность она большая, даже в середине турнирной таблицы. Ну, получается, что Макарена с 28 очками на 12 месте все равно еще претендует на стыковые матчи и выход в первую лигу. Ну, это супер вообще. То есть, 12 команд, ровно половина группы претендует на выход в первую. Да. Бомбардиры. Дмитрий Майданюк – классика, 15 забитых мячей. Давид Арсайян – Кунцева – 14. Сергей Иванов – Барсде – 13. Никита Сверидов – Пахта – 13. Евгений Кривойкин – классика. Номер 9. Вот два человека из классика в пятерке бомбардиров. Вот я смотрю, Новая Москва – Азат Харидинов. Да, 6 забитых мячей. Это говорит о том, что у вас именно командные действиями? Ну, да, ярко выраженного забивала у нас, к сожалению, в этом году нет. Обычно Пелюгин, да? Да, Миша Пелюгин, да. Он как-то вот что-то после паузы, вот, может быть, не прет у него, может быть, мы что-то делаем не так, может быть, как-то не доводим до него мяч или еще что-то. Но, к сожалению, да, он что-то не забивает. Пелюгин. Будем надеяться. Он когда забивает кофе вот так, или что, или чай, сахар размешивают. Ну, может быть, сахар кончился? Не знаю. Мы будем надеяться, что он начнет, опять же, забивать как-то раньше. Ну, в каждом сезоне, там, ну, больше тридцати он забивает, не важно, типа, третий, четвертый, первый, вторая лига. У него всегда, то есть, с голами было все в порядке. Стабильность, признак мастерства. Да. Ну, и календарь у нас остался этих выходных. Естественно, выделяется новая Москва-Литуаль не только временем, но и афишей, естественно. Мы ждем, ну, даже несмотря на то, что утром хорошие игры, пахта. Это Барс Д, наверное, да, с обняком стоит в матче. Ну, вот, в принципе, Феникс Рамки Макарена должна получиться упорно. И, мне кажется, что Бордино может попортить нервы Медику. Да. Бордино очень сильный состав, и поэтому, я думаю, они могут и обыграть как, ну, то есть, спокойно. И вот у них тоже будет хорошая игра против Цемента. Ну, мне кажется, они даже выиграют эту игру. Ну, я просто смотрел игру с Аверсом, то есть, ну, я не понимал, как бы... Ну, Макс довольный. Я даже не подходил к нему на этих выходных. Он говорит, ребят, вы что, за все матчи типа решили забить именно сегодня, что ли? Да. Но дело в том, что там наш снайпер подъехал. Вот, мы вообще думали... Камерунский форвард? Явковый. Да, были из основного состава два человека. Стайн, лучший бомбардир первой лиги, 44 голая, и Лассин Комара, которого очень любит наш оператор Алексей. И согласился включить его гол в топ-5 уикенда. Ну, в общем... Так что, если... Покарабкаешься, да? Не знаю, будут они или нет с Цементом, да. Ну, попробуем как-то их уговорить. Потому что у нас матчи подряд стоят с основного состава и дубля. Я думаю, что не останутся и, скорее всего, нас опять хлопнут. Ладно, друзья, ждем интереснейших матчей на этих выходных. Макс, спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. Желаем выполнения поставленных задач твоей командой. Ждем хорошего футболового выхода. Макс Бабенко, Новая Москва, Михаил Меркулов, Максим Киселев. Сегодня были передачи на туре. Увидимся через неделю. Пока. До свидания. Всего доброго.